всем привет с вами я татьяна шадрина вы у меня на канале время шить сегодня время будет вот такого легкого видео можно сказать некотором смысле развлекательного я бы еще сказал это просто влог потому что что вижу то пою я сегодня решила поделиться с вами своими покупками для шитья покупки которые сделала за последнее время вы мне писали что татьяна рассказываете то что покупаете где покупаете кто-то писал что это интересно слушать и смотреть ну вот решила рассказать показать давайте смотреть все это я покупала в разных местах и сейчас расскажу постепенно шаг за шагом что и где начну пожалуй с молнии и покажу почему именно на этих молниях я остановила свой взгляд скоро впереди весна я выбирала молнии такие чтоб можно было сделать из них сшить из них например бомбер хотелось чтобы это был не очень спортивный вид то есть не подходили молнии таки знаете справа спала с большими пластмассовыми зубцами хотелось чтобы это молнии было в спиралькой помягче но в основном молнии на спиральки выглядят знаете как но очень примитивно что ли и вот нашла варианты молнии сейчас покажу вот с такими брелками тех цветов которые мне нужны были это вот бордовый выбрала и молочного цвета вот такие брелки оказались мне понравились вот такие брелочки мне кажется молнии смотрится ну как-то немножко по изящным поэлегантнее чем просто вот такая с металлическим квадратиком внизу у нас мы в магазинах почему-то нелегко под подобрать подобные молнии и за прошлое например лета и я не смогла купить таких молнии я еще в последнее время сшилась несколько свитерочков таким с треугольным вырезом на зиму с удовольствием и кстати нашу а вырезать и делалось так называемых подвязов или довязов они по-разному называются в разных интернет-магазинах но одна беда с теми довязами которые я купила что они достаточно жесткие и они еще были двойными двуслойные и относительно мягкой ткани самого пуловера они были грубоваты и мне вы иногда писали что татьяна посмотрите как так как же так неаккуратно отходит от шеи да эти воротники отходят от шеи при движении потому что они просто стоят кола ну вот такая грубая скажем к это не лон не знаю ткань полиэстровой синтетической грубоватая поэтому я вот в последнее время уже несколько купила таких довязи ков сейчас покажу вам они помягче они однослойные и хочу вот такой черно-белый довязи к вставить сейчас в одно из своих платьев которые буду шить из трикотажа тоже трикотажным такой помягче лучше давайте покажу как выглядит довязи показываю что он такой мягкий достаточно нежный довязь ну вот мне кажется их надо выбирать просто вот смотреть под разную одежду как бы разные чтобы они были еще хочу показать канты когда я сшила последний раз пижаму домашним с кантами тоже были комментарии что татьяна неудачный выбрали кант для работы я согласна что кант достаточно неудачный почему потому что ширина канта в готовом виде было всего 0 75 по моему и просто мне вот в магазине скажем в близлежащих не удалось найти других кантов и мне кто-то написал посмотрите канты на валбересе я думаю господи почему не в голову такая мысль не пришла раньше я посмотрела на валбересе действительно я купила несколько вариантов кантов вот темно-синий у него ширина 1 сантиметр 2 миллиметра такой кант скорее всего будет меньше вытрепываться скажем в готовом изделии особенно на заворотах не знаю посмотрим ну вот я прикупила темно-синий и посмотрите прикупила белые канты меня просто знаете как смутило или вернее как смотивировала купить целую упаковку цена этого канта по моему 420 рублей стоит упаковка здесь 65 метров то есть один метр канта получается ну просто копеечный какой-то вот этот кант продавался метражом за стол по моему 10 рублей 5 метров тоже я считаю недорого у нас карты стоят существенно дороже я не помню же сколько но точно больше 20 рублей за метр там может быть 30 рублей за метр ну так существенно это была покупка и я вижу что вот эти карты у них но они более таким по основателям что не такие хлипкие я еще не работала с этими кантами поработаю потом покажу расскажу поделюсь впечатлением я решила что мне 65 метров синего канта вряд ли пригодится поэтому я решила белого взять побольше пусть у меня будет запас белого канта ну а это вот темный синий кант канты и выполнены из плестрового полотна сбейка скроены по косой но они достаточно широкий вот это вот ширина большая достаточно ну и надо сказать что сам вот этот кант это внутри тоже такой плотненький мне кажется эти канты будут хороши в изделии еще кстати коль я уже заглянула на вал berries на предмет покупки товаров для шитья я не удержалась и заказала нитки вот это нитки идеал была подборка в синей гамме вот других оттенков я не стала покупать потому что у меня много вариантов а вот синюю подборку я взяла это обычно нитки идеал правда они пришли в такой в потрепанной коробочке но на нитке я думаю что никакого никакого влияния не оказала потрепанная коробочка я рада что у меня появились ниточки такие я вам уже неоднократно говорила что люблю покупать нитки схожих скажем оттенков не люблю покупать одного цвета много катушек а люблю что были полутона для обработки оверлаком 4 нитки примерно одной гаммы не возбраняются но зато будут разные оттеночки если нужно подобрать нитки для от строчки нитки идеал также как и дур так это скажем низкая ценовая категория нитки подходят для большинства хлопковых тканей а вот ниточки для каких-то таких особых тканей например для пошива белья для пошива каких-то трикотажных тканей нужны все-таки нитки получше и тем более моя машинка фав любит нитки подороже и поэтому я как-то тут напала на один интернет-сайт и прикупила много чего сейчас покажу в том числе покупала нитки вот так же посмотрите подборками вот эта гамма называлась весенние осенние гаммы по моему зимняя гамма посмотрите они продаются сразу с такими наборами это нитки достаточно качественными таки называются нитки фирмы метлер я очень люблю эти ниточки они имеют такую пониженную ворсистой с нитки просто очень гладкие очень крепкие не рвутся если зайти как вот бывает строчишь например в челноке нитка намотана метлеровская а верху например другая нитка то если пытаешься вот так распороть шов разорвать просто то нитки метлер не рвутся а рвутся другие нитки для пошива белья купальников каких-то сложных трикотажных вещей мне кажется это будут отличные нитки я очень рада что они у меня появились как-то в одном из последних видео в логе от когда говорил о покупках жаловы что не могу найти иголочки для ручной работы подходящие я люблю иглы тонкие длинные с широким ушком достаточно прочно чтобы не гнулись вот такие простые кажется требования не скажу что я нашла но вот эти иголки в наборе имеют несколько хороших иголок на мой взгляд сейчас давайте посмотрим посмотрите по центру идут три иголки или четыре иголки мне кажется они достаточно толстые а вот которые сбоку иголочки вот эти вот самые крайние слишком тонкие а вот с боков вот эти иголки они прекрасны я не купил несколько коробочек с иголками и уже пробовала пользоваться этими иголками мне они понравились то есть вот средние скорее всего пойдут на выкид крайне тоже а вот четыре хороших иголочки у меня получаются есть еще сразу хочу показать вот такие булавки со стеклянными головками я давно хотела попробовать эти булавки ну вот наконец-то попробовала я сейчас хочу показать булавки другой фирмы которые мне очень нравятся вот эти булавки вот это булавочки фирмы прим вот а это булавочки вот этой фирмы и посмотрите разница в чем вот эти булавки более легко входят в ткань они более тонкие угол и острие у них такой более как бы не знаю тонюсенькая вот эти булавки потолще вот видно хорошо вот я вам положила их для сравнения в целом они похожи ну как бы разные по толщине я не хочу сказать что эти булавки вот этой фирмы хуже эти булавки отлично подходят для шитья толстых тканей я рада что они не появились я точно знаю что они подойдут для шитья например плотной джинсовой одежды потому что вот теми тонкими булавками когда я шила джинсовую куртку из толстой ткани те булавки бывало и подгибались то есть тяжело было их прихватить сейчас я дошиваю шубку и как раз для этой шутки эти булавки прекрасны просто поэтому я тоже скажу что с чистой душой рекомендую эти булавки для определенных целей хочу еще сказать просто наверное показывать не буду что купила брючную ленту тоже через интернет-магазин и вот как бы в двух видах продавалась рулончики и вот такая в намотке сколько там метров а полтора метра о в намотке один метр это очень удобно и я рада что у это есть покупать в интернет-магазинах действительно очень удобно что еще я купила я еще купила вот такие ножнички я не забыл как не перестаю хвастаться всеми своими покупками потому что могу дать рекомендации и вот эти ножнички я рекомендую вот сейчас посмотрим они китайские фирму не написано йоги йоги какая-то и везде на прорезиненных ручках тоже ножницы мягкие в ходу я люблю когда вот такие широкие ручки мне кажется это удобно ножницы в руке тяжеленькие слышите как они звучат вот нас надпись название фирмы для каких целей такие ножницы пригодятся для мелкой подрезки каких-то грубых деталей то есть грубых тканей я думаю что для пошива кожаных вещей эко-кожи наверно вот я сейчас точно буду шик буду пользоваться ими при пошиве шубы толстые твердые прочные ткани вот эти ножницы будет хорошо резать причем не для раскроя форма видите какая ножниц а именно для мелкой работы подрезки какой-то что-то высечь и вырезать вот-вот для так для таких целей то есть узконаправленная цель ножниц не просто для шитья вот для узкого такого направления многие уже обзавелись прессами тер вот прикупил такие кнопочки мне нравится интересно и просто какая-то надпись на кнопках не не слишком они блестящие и не слишком простовато выглядят купила конечно же упаковку целую здесь их написано что 20 штук со всеми причин дал ами вот ближайшие какие-то работы свои буду дополнять такими кнопками еще я прикупила вот такие ручки набор ручек купил его навал берись этот набор я тамбор таких ручек причем много-много стержни там штук 15 на стержне ли 10 было не помню как-то покупала на алиэкспрессе но те ручки у меня не исчезали при скажем при нагревании видимо какое-то время проходит и ручки эти перестают работать я не знаю как то есть те ручки не до конца у меня исчезали скажем вот эти ручки я взяла поэтому наборы всего из трех стержней думаю попробую хотя выглядит внешне они точно так же и сейчас вот я пользуюсь этими ручками с огромным удовольствием потому что ручка рисует действительно очень тонко как обычная ручка и эта ручка действительно уходит от утюга сейчас я вам все это покажу продемонстрирую но есть такой нюансик про него где-то я прочитала что если вы вывели утюгом надпись этой ручкой но потом поместить изделие в холодное место например выйти на улицу то надпись снова проявится то есть все таки убирать надпись полностью сто процентов только влагой после стирки получается мы попробовали положили надпись которую вывели утюгом положили в холодильник и да действительно в холодильнике на снова проявилась и действительно ушла только после стирки но вот в обычной жизни скажем если я шью какое-то платье или там и что-то вот я делала разметку для пуговиц петель вообще в последние наверное пару недель я активно использую эту ручку мне пока нравится поживем увидим главное меня поразило насколько удобно ручкой пользоваться очень тонкие линии тончайшие и действительно очень легко уходит от утюга сейчас я вам все покажу вот я сейчас провожу много-много линии просто вот рисую видите ручкой начеркала и сейчас возьму в руки утюг и покажу что все растворилось вот посмотрите я прям специально много чего начертила этой ручкой прям вот много-много интенсивно и сейчас вот утюгом посмотрите мгновенно все испарилась еще одну штучку я припасла напоследок покажу вот вот такую свою покупку вот это сжатый воздух написано что он используется для компьютеров оргтехники для чистки но я где-то в инстаграме увидел что его используют для чистки и в том числе техники швейной мне безумно понравилась эта покупка я купила сразу огромный баллон самый большой и думаю что буду дальше покупать его когда-то я слышал рекомендацию что чистить технику можно пылесосом посмотрите какая тоненькая струя воздуха получается вот эта штука чистить гораздо удобнее я прям сейчас все покажу в действии вот мой оверлок его нужно почистить ну что я теперь пойду сейчас чистить свой оверлок как вы поняли он будет безупречно чистым мне пожалуй не удавалось его еще так и вычистить как с помощью вот этой штуковины повторюсь и мне она пока безумно нравится не знаю как надолго хватит мне этого этого баллона но я уже сейчас почистила все свои швейные машинки и вот оверлок специально для вас оставила не вычищенным я ей очень довольна на этом видео заканчиваю надеюсь вам было интересно может быть даже где-то и полезно если какие-то вопросы останутся пишите внизу в комментариях с удовольствием расскажу поделюсь отвечу буду рада если вы поделитесь удачным опытом покупок для шитья давайте делиться обмениваться впечатлением помогать друг другу на этом видео заканчиваю с вами была я татьяна шадрина вы были у меня на канале время шить сегодня было время покупок на этом все всем пока пока до встречи